К поездке ребята готовились тщательно. Стихи на военную тему, жестовое пение, танцы. На сцене они оказались не впервые. Многие фестивали, конкурсы городского, республиканского и международного масштаба не обходятся без их участия. Первоначально ребята волновались, как их встретит взрослая публика. Но по приезде все улетучилось. Как только стали привозить постояльцев пансионата, они сразу включились нашими ребятами в игру, в теневой спектакль, театр теней. И вот показывали как раз на стене, как можно показать собаку, ворону, разных животных. Ну, весело, так интересно. Не все зрители концерта – ветераны. Но для старшего поколения 9 мая праздник совершенно особый. Передвигаются многие постояльцы дома-интерната с трудом, поэтому на общегородские торжества выбраться не смогут. Тем дороже для них такой музыкальный подарок в преддверии значимой даты. Для них любое внимание, любое общение, оно очень ценно, очень важно. Тем более у нас есть внутри интернаты различные кружки, то есть когда они могут пообщаться, группы по интересам. Но когда приходит кто-то извне, со стороны, с визитом, они всегда очень рады и очень ждут прихода гостей. В свои выступления дети вложили всю душу. Наставники уверяют, инициатива приехать к серебряному поколению с концертом исходила от самих ребят. Причину юные артисты объясняют просто. Мы хотим подарить бабушкам и дедушкам праздник. Скоро будет праздник, день 9 мая, и мы хотим, ветеран, подарить праздник. Задумка удалась. Таланты и старания гостей пенсионеров глубоко тронули. И благодаря музыкальному подарку в доме-интернате поселилось предпраздничное настроение. Анастасия Кулагина, Народные новости. Продолжение следует...